Достаточно эпохальных событий для проекта, который мы все с вами вместе развиваем, что я, пожалуй, даже не буду останавливаться на традиционной для моих вебинаров рубрике «Что происходит в мире?», потому что сейчас нам более интересно, что происходит внутри проекта. И на самом деле я хотел бы разъяснить и привлечь внимание тех людей, которые в первые разы будут смотреть вебинар, так как этот вебинар у нас в записи просматривает огромное количество людей, потом прочитывает в виде тезисов, что же за видео было только что продемонстрировано. На самом деле сейчас уже мы видим первые шаги, первые плоды того, что делает полностью новая, укомплектованная команда современного и маркетинга, и пиара технологии, и в первую очередь в срезе актуальности тех событий, которые происходят в мире. Конечно же, это коронавирус, конечно же, это пандемия, и все, наверное, могли видеть новость, новая высота небесного пути, новая высота Skyway, которая была опубликована головной компанией. Я считаю, это такое же событие, как когда-то у нас было такое событие, как упоминание в твиттере, в хедере RTA. И это невозможно никак не приобрести ни за какие средства, и либо сотрудничать, либо нет. Конечно же, стоит понимать, что да, здесь подразумевался какой-то бюджет, но не со всеми будут сотрудничать по этому поводу, потому что это уже высший уровень, и данный ролик был протранслирован в совершенно разных странах арабского мира. Это и Арабские Эмираты, это и Йемен, и Ордания, и Египет, и Ливия, и Ирак, и Палестина, и Ливан, и Алжир, и Судан, и Тунис. И представьте, насколько большой интерес, насколько сейчас узнаваемость технологии появилась в арабском мире, когда с 19 мая буквально регулярно на разных каналах, более 20 каналов, государственные каналы, транслировался этот ролик. И повторюсь, что каждая компания в этом плане, она не может обрести ту опору, ту поддержку, которая уже на самом деле приобрел и проект, который мы с вами финансируем, и личный генеральный конструктор, изобретатель, создатель этой технологии. Здесь говорились те слова, которые касаются и пандемии, и текущей ситуации, и что действительно правильным решением может быть усовершенствование транспортной индустрии. И я могу сказать, что на самом деле пандемия не так сильно могла бы быть распространена по миру, если бы не инфраструктура, устаревшая инфраструктура, которая приводит и в обыденной жизни к транспортному коллапсу. То есть я, поверьте мне, очень много летал за предыдущие годы. То есть в этом году мы не летаем, не перемещаемся только из-за коронавируса, из-за пандемии. Это затронуло всех, но мои коллеги с Европы уже готовятся на самом деле в новой командировке. И не очень нравится быть в пересадках, не очень нравится быть в ожиданиях, когда рейс задерживают. Я уж не говорю о пробках, я уж не говорю о транспортной ситуации. И представьте на минуточку, если бы в транспортной инфраструктуре была бы обеспечена полная безопасность, что, грубо говоря, вирус не мог бы проникнуть в другие страны. Ну, и очаг был, и эпицентр в Китае, но в виде неприятных, так скажем, сюрпризов китайцы разлетелись по всему миру. И никакой проверки в аэропортах не было. Никто об этом даже не задумывался. Никакой автоматизации, никаких автоматических обследований температуры тела. И сейчас, учитывая ошибки, даже подобные веяния, они будут приняты внутри инфраструктуры SkyWay. То есть все, что сейчас наработано горьким опытом, будет использовано и уже применяется внутри инфраструктуры SkyWay, будущих станций и так далее и тому подобное. И, на самом деле, со следующими вызовами в виде пандемии человечество может намного больше отпор дать и быть готовыми в плане неперемещения этого вируса. И это мое мнение, на самом деле, потому что сейчас даже туристы, первоначальные китайские туристы, можно назвать, как именно они эпицентром являлись при перемещении вне современной транспортной инфраструктуры. Если бы все мониторилось, если бы можно было определить состояние человека, вы, наверное, помните, что система искусственного интеллекта, система машинного зрения, даже до пандемии позволила определить, что человек себя не очень чувствует. Сразу было бы автоматическое определение, почему человек упал, почему ему стало плохо. И выяснив причины, конечно же, его бы изолировали. Выяснив причины, конечно же, моментально в современной транспортной инфраструктуре можно было принять решение и не допустить проникновения пандемии в другие страны. Поставьте от 1 до 10, как вам зашла эта идея. На мой взгляд, если бы не самолеты, коими сейчас пользоваться на самом деле уже очень тяжело и будут повышаться цены, скорее всего, на перелет. Будет неполная загрузка самолетов, несмотря на то, что это самый современный вообще на самом деле сегодня вид транспорта. Это мое мнение. Я, как всегда, добавляю несколько свой взгляд на вещи. Но то, что происходит уже во взаимодействии и в поддержке арабских властей, поддержке тех компаний, с которыми мы финансируем, сотрудничает, это говорит уже о том, что весовые категории очень серьезные. Подобные вещи обычно делаются, например, при роудшоу перед выходом на IPO. И подобные вещи инвестируют огромное количество денег, чтобы просто приняли. Здесь вы понимаете, что в условиях недофинансированности проекта никакие огромные суммы не могут быть затрачены на подобные продвижения, поэтому были даны максимально лояльные условия. И даже вот тот элемент благотворительности, к которому генеральный конструктор присоединился, как он сказал, из своих личных средств и сбережений, то это тоже говорит о том, что та компания, которую мы финансируем, даже в условиях серьезной финансовой нестабильности в мире, может поддерживать обычных граждан, и все, можете прочитать по новости. Я рекомендую вам ознакомиться и с новостью, и с видео. И повторюсь, если кто-то вдруг недооценил подобной массовой акции по каналам, и это не то, что акция, это не то, что спланировано, это есть либо нет, повторюсь, это очень мощно и показывает очень серьезное отношение к тому проекту, который мы финансируем. Итак, я хотел бы перейти к главным моментам с новых выпусков видеоблога по случаю генерального конструктора. И я считаю, что это одни из самых мощных, в особенности крайний, видеоблог, который вышел, потому что он касается идеологии, он касается философии, он касается того, на самом деле вот я сегодня в социальной сети репостнул этот видеоблог в русской ВКонтакте и сделал приписку, несмотря на то, что, ну, так скажем, лучше просто репостить, но это действительно мое мнение, я бы не вошел, если бы не в идеологию, не присоединился бы к проекту, если бы не идеология спасения планеты вообще, потому что больше всего меня будоражит это общепланетное транспортное средство. Те, кто слушает меня достаточно давно, об этом абсолютно в курсе. Но начнем мы с того, что волнует огромное количество инвесторов. И на самом деле с Африки недавно был вопрос по поводу количества патентов, по поводу того, в каких странах это все дело зарегистрировано. И стоит понимать с высоты охвата и взгляда генеральным конструкторам, потому что на самом деле у него второе образование высшее, и у него несколько высших образований, это патентоведение, изобретательство. И на самом деле огромные деньги экономятся сейчас те, которые многие компании теряют. Я хотел сделать подборку, я думаю, сделаю на следующих вебинарах, скорее всего, подборку тех компаний, которые недопатентовали, которые недостаточно серьезно относились к защите. И привести это могу даже в криптовалюте, в одной из самых любимых моих тем. Если мы говорим об эфириуме, то сколько разделений цепочек, сколько копий эфириума появилось. И сейчас это крупные компании в блокчейн-индустрии, такие как Tron, такие как Icon, такие как Zilliqa, которые сейчас осуществили то, что только-только будет закладываться в эфириум 2.0. Потому что многие вещи, возможно, были зафиксированы как-то, ну, в блокчейн-индустрии тут больше открытая разработка, можно посмотреть на GitHub, но компании просто взяли, изменили, усовершенствовали и создали свои направления, свои стартапы, которые имеют сейчас собственную капитализацию. И генеральный конструктор нам сказал, что защита складывается, это каждый должен понять, потому что на самом деле я в 2014-2015 году это абсолютно не понимал, что не патенты важны, а складывается защита из трех составляющих. То есть это патентование, да, но в тех странах, где будет осуществляться только работа, в данном случае это Арабские Эмираты, в данном случае это Египет, Саудовская Аравия и подобные страны, где будут проекты осуществляться в первую очередь. И патентование, как сказал в своем видеоблоге генеральный конструктор, это достаточно дорогая штука. Вообще, чтобы запатентовать какое-то изобретение во всем мире, это стоит порядка 100 тысяч долларов. А представьте, опять же, это не мои слова, я хотел бы интерпретировать и донести важность этой составляющей слов генерального конструктора, приводя свои примеры. Генеральный конструктор сказал, что даже скрепка может иметь 2000 патентов. Если мы говорим уже, например, про какую-то более сложную составляющую, то есть возьмем автомобиль, это до 2 миллионов патентов может доходить. А представьте, если патентовать целую отрасль. Никто никогда не патентовал целую отрасль. И, конечно же, максимально оптимизирует, это, пожалуй, самое главное качество генерального конструктора, то, что за те ресурсы, которые получает компания от фондов на текущий момент, создается максимум, максимальная оптимизация и не затраты, отсутствие тех гигантских затрат на патентование. И вторая составляющая – это ноу-хау. Ноу-хау от английского слова, мы к этому вернемся, и я хотел бы раскрыть эту тему, это уже «знай как», «знай как работает». То есть кто-то знает, как работает, кто-то не знает. И об этом должна знать, согласитесь, только головная компания. Как раз-таки в патентах раскрываются максимальные инструкции, как повторить технологию. Если кто-то мощный инженер, изобретатель, то он может повторить эту технологию, и патент абсолютно не защитит в этом случае. И третья составляющая – это уже кадры и кадровый потенциал. Что мы осознаем и понимаем как SWC, мы понимаем важность кадрового потенциала наших мощных лидеров, вас, нас, те, кто двигает этот проект, и те, кто смогли перестроиться быстро с условий онлайн, с условий оффлайн развития проекта, то есть конференции, живые встречи, живые презентации на онлайн, мы быстро перестроились достаточно. И если бы не было перестроения подобного, то, поверьте, просадки были бы примерно такие же, как были в апреле, в марте просадки по фондовому рынку, если не больше. У нас достаточно лояльные просадки, да, они есть, да, ситуация изменилась, но они не позволили остановиться проекту, и сейчас, на самом деле, та машина, которую мы с вами запустили, она, на мой взгляд, очень слабо верится, что сможет остановиться, потому что она несется уже на всех парах и ожидает на финише, вы понимаете, что стратегические инвесторы, партнеры, целые государства, целые правительства, чтобы финишировали уже на линии выхода на коммерческий рынок. Я привел специально такую метафору, потому что мне она очень нравится, и, на самом деле, когда мы финишируем, никто не знает, генеральный конструктор говорит, что адресные проекты начнутся в этом году, до конца этого года, я не имею в виду не строительство, я имею в виду первичные платежи, разработки, подготовка предпроектных предложений, это все, что оплачивается, все, что уже приносит прибыль компании, и все, что, кстати, при необходимости, при желании на выходе на IPO, уже будет учитываться, так как это будет прибыль компании. И почему я говорю, что никто не знает, когда финансирование головной компании будет завершено, потому что оно может произойти достаточно более быстрым способом, чем кто-то сейчас предполагает. Вот представьте, пандемия, коронавирус, уже сейчас идут на спад, и просто сильный мир, а всего достаточно 2-3 инвестора, очень серьезные, кстати, переговоры идут во Вьетнаме, я не буду разглашать никаких цифр, просто скажу, что серьезные. И огромная заинтересованность, единственное, там некий консерватизм, и некий свои принципы, что нужно встретиться вживую, поэтому сейчас ждем открытия границ, чтобы мои европейские коллеги смогли выехать и подобные сделки закрыть. И поверьте, это немалые там суммы, но конкретные суммы я не буду озвучивать. И после того, как 1-2 сделки подобных произошли, то другие будут знать об этом, суммы не будут разглашаться, но будут знать, что рекорд, предыдущий рекорд у нас 339 тысяч долларов от физического лица, я не говорю про юридические лица, пример, он был побит. Все будут стремиться к тому, что все, на самом деле, сейчас уже стратегические инвесторы хотят входить, и будет формироваться такой синдром нежелания упущения возможностей, синдром Фома, называется он. И, конечно же, крупные инвесторы, они также будут на это реагировать, инвестировать. Это мое мнение, поэтому скорость может быть достигнута абсолютно разной. И прокадровый потенциал, я могу сказать, что у нас у SWC мощнейший кадровый потенциал. Мы быстро перестроились в плане Африки на работу по холодному рынку. Там, где стоимость лидогенерации дорогая, сейчас она дорогая в России, неэффективная, мы ищем способы, как это сделать. И огромная благодарность тем, кто написал по системе лидокол. Но я больше имел на сегодняшний день в виду те, кто разговаривает на английском и на французском языках и знает о нашем проекте. Потому что те, кто разговаривает на английском и на французском языке, могут развивать Африку, те, кто на испанском, еще Латинскую Америку. То есть тот, кто знает особенности нашего проекта уже не понаслышке и понимает, что может развивать рынки, свободно говорит на английском, французском, либо испанских языках, то напишите мне, пожалуйста, по этой составляющей на почту, моя почта неизменна, по теме лидокол. Мы будем собирать эти заявки и уже запускать, конкретно запускать, то есть если Африка, то хоть завтра. Опять же, если вы соблюдать будете имиджевый рекламент, то хорошо ориентируйтесь в нашем проекте. Если Испания, то тоже, пожалуйста, Бразилия, Латинская Америка, там сейчас тоже очень серьезно задумываются, а куда инвестировать, а как сберечь свои сбережения, а как пережить пандемию и будущий кризис, который будет уже последствием этой пандемии. То есть входов в холодный рынок, помимо российского рынка, который мы сейчас готовим, их немало. Поставьте от 1 до 10, сколько у вас таких людей, знакомых, кто разговаривает свободно на английском, французском либо испанских языках и может мне написать об этом. Будем взаимодействовать, взаимодействие будет лично со мной. И я неспроста это упомянул, потому что из одного человека, который является результатом кузницы, кадровой кузницы, может сформировать огромное направление в целой стране. Также и в головной компании от кадрового потенциала зависит все. Генеральный конструктор сказал, что должны работать только профессионалы. Команда стоит дороже всех заводов и фабрик и патентов. Кадры, школа научная, инженерная, производственная, строительная, мы это уже сделали. И, дамы и господа, мы с вами это зафинансировали. Генеральный конструктор создал эти школы. И у нас действительно есть профессионалы. Это говорит о том, что проект на сегодняшний день уже не может остановиться, несмотря на такие вызовы и черных лебедей, которые прилетели и являются предвестниками очень серьезных кризисов. Несмотря на то, что, возможно, инвестиции чуть снизились, произошла максимально быстрая оптимизация. На производство были впрок и заранее закуплены необходимые машины и оборудование, целые производственные обрабатывающие центры и ничего не остановилось. Единственный минус в том, что генеральный конструктор сейчас не может пока вылететь в Арабские Эмираты, но в Арабских Эмиратах работает целая команда и она работает на передовой. Поэтому, имея три составляющие, мы не боимся, что кто-то придет, если китайцы возьмут и украдут, допустим, они могут сделать по-другому. То есть, это китайцы повторяли неоднократно, добавив все это в себя, они не стали приобретать и покупать Trans Rapid, TGV, они сделали свои технологии, они сделали свои скоростные трассы, свои скоростные железнодорожные пути, сообщения. и, конечно же, они попытаются, увидев этот тренд, увидев, как сейчас утверждает генеральный конструктор, что в 21 веке будет безопасной, более экономной, более эффективной, более экологичной технологии, которую мы с вами финансируем. И они будут инвестировать серьезные деньги. И, кстати, им придется потратиться очень серьезно на патенты, потому что некоторых нюансов по поводу патентов скорее всего они не знают. Допустим, по поводу системы патентования в виде зонта, которую использует генеральный конструктор, ну и в первую очередь ноу-хау. То есть никто их не будет раскрывать. И пример замечательный генеральный конструктор привел, когда во времена СССР мощнейшие инженеры, обладая мощнейшей научной инженерной школой советских времен, советского образования, а я хотел бы учиться в эти времена и получить высшее образование, тогда я был бы действительно, наверное, инженером, а не предпринимателем, маркетологом, и послабее разбираться, так скажем, в технике дела, чем представители, которые учились во время Советского Союза. Но когда был приобретен Мерседес и он был разобран, то Мерседесы не получилось в Советском Союзе, получились Жигули, Волга, и качество было тем, которое не дотягивало до уровня Мерседес. Так, Михаил сказал, что в Бразилии португальский язык, да, абсолютно согласен, но в Латинской Америке испанский язык очень пригодится. Я имел в виду Латинскую Америку в общем плане, потому что хочется масштабировать систему холодного рынка, которая нас активно работает на всю Африку. И прочитайте определение патента. Я думаю, что тут все максимально очевидно. И патент, повторюсь, он вроде бы охраняет, но не охраняет. И как сказал генеральный конструктор, что патентовать во многих случаях нужно как раз таки то, что нужно показывать обманным способом, как троянский конь закидывать конкурентам, чтобы они подумали, что вот это направление максимально развивается, на это делается упор. И они начнут инвестировать в это направление, они начнут развиваться, но на самом деле ноу-хау развивается совершенно в другой плоскости и направлении. это очень классная стратегия и она сейчас широко используется во всем мире в IT, в мобильной электронике и когда показывается например дизайн, вы же согласились, что мобильные телефоны фактически одни и те же, то есть в дизайне очень мало изменений сейчас, но сделали там тройную камеру, и то это больше функциональное решение, а сейчас это по сути та коробочка с сенсорным экраном, на которую нажимаешь и человеку стала интересна больше функциональность гаджета и то она сейчас постепенно подходит к своему пику и как я неоднократно говорил на своих вебинарах будущее нас ожидает не просто гаджетов, которые мы будем носить в карманах, а транспортных андроидов и транспортных гаджетов, у кого-то он будет свой личный, кто-то будет входить в сеть посредством такого же сенсорного экрана, но отвлекаясь на это буквально во время поездки и не выпадая из сети интернет, как сейчас допустим во многих перелетах мы не можем пользоваться сетью интернет по крайней мере бесплатно. И с патентования была такая же история с братьями Райи. Замечательный пример привел генеральный конструктор. Вот слева вверху вы видите первый самолет, прототип самолета аэроплана братьев Райт. Они все запатентовали и пошли эти патенты продавать. Говорили, что купите у нас технологию, мы будем производить самолет. И это только один самолет, это не отрасль в целом, это не взлетно-посадочные полосы, это не аэродромы, это не аэропорты. Если говорить про индустрию перевозок, то очень интересная история про создание контейнера. И это всего лишь одна малая составляющая всей мировой логистики. А та технология, которую мы с вами финансируем, она призвана изменить вообще ход истории в логике мировой логистики. И вы видите, что после Братья Фрайт быстро подсуетилась будущая компания Боинг, основанная Боингом, и Боинг занимался до этого далеко не самолетостроением. И потом многие-многие были прототипы, и даже прототипы с квадратными окнами, которые дали аэродинку, и самолеты просто разваливались в воздухе. И только, если не ошибаюсь, Airbus смогла решить эту проблему, возможно, ошибаюсь, но одна из компаний авиапромышленности после решения этой задачи и использования последствий ошибки квадратных квадратных иллюминаторов в самолетах стали использоваться только круглые. И что-то мне подсказывает, что как раз-таки стандарт индустрии транспортной 21 века будет задавать та технология, которую мы с вами финансируем. И сам генеральный конструктор, он патентный работник в прошлом. И он работал в патентно-инвестиционном отделе Академии наук Беларуси. Это на тот момент с СССР, а с СССР, как вы знаете, по технологии был впереди огромного количества стран, если не сказать впереди всей планеты, и генеральный конструктор знает, что такое патент, знает, что такое лицензия, и знает, что любой патент можно обойти. И это еще экономит, ну, я бы сказал, наверное, сотни миллионов долларов. И экономит, даже не экономит, а оберегает наши инвестиции от того, что технология будет сворована. Потому что даже высокоскоростной подвижной состав, вы, наверное, помните, каким он показывался в начале, до того момента, как он не был произведен в реальной действительности. Он был совершенно с другим хвостом, он был совершенно другой конструкции. И неоднократно даже генеральный конструктор говорил, что даже то, что сейчас мы видим, да, это рабочий прототип, да, он может разогнаться до требуемых скоростей, но аэродинамика может быть достигнута еще более серьезно, и то, что действительно будет реализовываться в адресных проектах, это держится в головах инженеров и самого генерального конструктора и всего кадрового потенциала, который был создан высшей инженерной школой Юницкого. И я думаю, что эта школа будет иметь уровень такой, как имели инженеры во времена СССР. И на самом деле все возвратится по спирали, и скорее всего именно вот такая советская модель образования, она будет строить основы инженерии транспортной инфраструктуры ближайшего будущего. И поэтому защищаются патенты на те изобретения, на которые нужно указывать всеми сопутствующими патентами и уводить конкурента в сторону. На мой взгляд, это классная стратегия, я этого не знал ни в 2015, ни в 2016 годах, потому что в это дело не углублялся абсолютно, и самое главное это ноу-хау и кадровый потенциал помимо патентов. ноу-хау как раз-таки в оценке на 400 миллиардов долларов, это не оценка патентов, это оценены знания и экономический эффект от их применения, и очень много ноу-хау не описаны. Это касается и путевой структуры, и струн, и как их анкерит, и как их натягивать, и как монтировать, и даже сам наполнитель внутри рельса, это все содержится сугубо внутри головной компании, и никуда это не утечет, потому что выстроена, конечно же, система нематериальной мотивации, выстроена система опционов, и все абсолютно заинтересованы, как в таких великих на сегодняшний день компаниях, как Google, как Apple, что сотрудники максимально заинтересованы развитию компании продукт, который они создают. Каждый по своим конструкторским бюро, каждый по своим чертежам, но они заинтересованы в колоссальном массовом результате, который даст мультипликативный экономический эффект на всю планету. Представьте такие перспективы, еще и опцион будет капать, и уйдет ли человек, предвосхищая многих вопрос, что будет, если переманить сотрудника. Сотрудник должен быть замотивирован не только материально, но и нематериально. Это мы также увидели на самом деле среди лидеров, да и среди самих себя, видя, что работоспособность не падает даже в условиях пандемии, даже в условиях не таких хороших времен, какие были до пандемии, ничего не остановилось, мы продолжили работать так, как работали раньше. И если кто-то опередит, не сможет он на самом деле опередить ту технологию, которую мы с вами финансируем, если генеральный конструктор и вся его команда не остановится. И например, перестанет что-либо делать, но работа же идет, и создаются новые ноу-хау, создаются и совершенствуются, самое главное. И все равно та технология, которую мы финансируем, она позволит быть впереди, впереди тех же китайцев. Поэтому главное не останавливаться в развитии, в работе, и я думаю, что большой модельный ряд, даже после контейнерных перевозок, даже после тяжелых пассажирских перевозок, уже в голове генерального конструктора и передан в головы всего кадрового потенциала, который был создан. Поэтому те слова, которые сказал генеральный конструктор в своем видео, главном, что мы обгоним всех и навсегда, это подтверждается тем, что сейчас создан. И многое не было учтено при тех ответах на вопросы, которые были в 2014-2015 годах, отвечал сам генеральный конструктор, он говорил именно про саму технологию, но тот кадровый потенциал, который был создан, он просто бесценен и как раз таки он является максимальным ускорителем прогрессии того направления, которое мы с вами развиваем. И главный такой момент выпуска, очень серьезного, философского выпуска, который меня заставил снова задуматься о тех проблемах, которые действительно решает в глобальном плане технология, которую мы с вами финансируем, потому что выстраивание различных маркетинговых мероприятий, выстраивание тех схем работы, которые сейчас применяются в успешных условиях пандемии, иногда об этом забываешь. Генеральный конструктор сказал, что жизнь продолжается, будем жить и работать, но какие-то коррективы будут, естественно, внесены в маркетинг от философии технологий, которые действительно спасают мир. На прошлом вебинаре я приводил примеры и сравнения, не буду к этому возвращаться, в том, что технология, которую мы развиваем, она действительно для человека, она не подстраивает человека под технологию, она делает в максимальном содружестве сожительство человека и технологии, и она не делает зависимым человека от технологии, она не осуществляет вред человеку от технологии, как осуществляет вся технократическая цивилизация на сегодняшний день. Генеральный конструктор, я задумывался еще раз, почему всегда даже одни и те же фразы повторяются слово в слово, почти, ну, наверное, слышал их уже раз 50, если не более, даже за всю жизнь, наверное, тысячи раз повторил одни и те же слова и фразы генеральный конструктор. Я задумывался, почему так? На самом деле нет осознания, нет осознания смысла этих фраз. И генеральный конструктор давно говорит, что цивилизация идет в тупик, цивилизация идет в тупик, что вот такие уже привычные фразы, что одна ракета делает в атмосфере в озоновом слое дыру размером с Францию, то, что выжигается озон, то, что десятки миллионов тонн озона выжигает за один старт ракеты, а что происходит сейчас, буквально все новости трубят, что новая ракета Илона Маска взлетела и это заменило ту ракету, которая летала раньше к Международной космической станции и все обладируют, но все не задумываются, что тем самым еще больше приблизилась вот та точка невозврата. Та точка невозврата, которую ощутили на себе все абсолютно, благодаря тому, что коронавирус распространился абсолютно по всей планете и это некий сигнал, как говорит генеральный конструктор, как, допустим, взрыв Чернобыля. И вся философия вообще, то, о чем задумался генеральный конструктор более 40 лет назад, это как раз таки от этой катастрофы и идет. И поверьте мне, многие сейчас, кто только заканчивает университеты, кто живет во время пандемии и видит эти проблемы, видит эти сложности, будут строить свою жизнь изобретатели, инженеры, именно на основе на решении вот этих задач, чтобы они не повторились и чтобы не возникла та пандемия, которая сможет выкосить за месяц, к примеру, большую часть цивилизации, всей человеческой цивилизации и об этом предупреждает уже сильный мир из всего. Об этом предупреждают даже те люди, которые влияют на котировки, акции, которые сейчас взлетают и потом будут очень серьезно падать. Тех компаний, которые изобретают вакцину, они либо предупреждают, либо о чем-то знают и говорят, что будут пандемии посерьезнее. И также генеральный конструктор, увидев и ощутив на себе эту катастрофу, потому что была разрушена полностью его родина, деревня Крюки, и там сейчас зашкаливающий уровень радиации, и он предупреждает, что давайте не сделаем так, чтобы вся наша планета не превратилась в такие руины, как на подобном слайде. На самом деле это может произойти и из-за пандемии, и из-за экологической катастрофы, и из-за каких-то моментов, которые сейчас недопонимает и не замечает человечество. И осталось уже не так много, не 3-4 поколения до точки невозврата цивилизации, а может быть даже 2 поколения. И я удивился, я был шокирован, когда генеральный конструктор в своем видеоблоге сказал, что лет 50, представьте мне 34 года, и возможно через 50 лет начнется такая раскачка климата, и настолько жизнь поменяется, и уже будет без разницы, кто гонится за прибылью, кто не гонится, если не будет реализовано общепланетное транспортное средство. Меня заставило это задуматься, и очень серьезно задуматься, потому что времени может остаться не так много. И когда-то меня спрашивали, потому что я многим рассказываю в личных беседах мое мнение, когда придет время общепланетного транспортного средства. И мое предположение, моя личная теория была, я не мог предположить ни пандемии, ничего, но почему-то в голове сидело, когда начнет топить, когда начнет топить континенты от изменения климата, то есть кто-то спорит с изменением климата, вы видели, Грета Тунберг была, сейчас она пропала, да, сейчас как-то работает ее твиттер, но так массово она не гремит, и определенная миссия была выполнена, определенные законы были приняты, определенные люди на этом зарабатывают, но когда цивилизация придет в тупик, биосфера придет в тупик, то всем будет без разницы, потому что пообщаясь со многими людьми во время пандемии у многих стал такой же стиль жизни абсолютно и у богатых, и не у очень богатых, и у бедных фактически стираются границы, стираются различные уровни и представьте, когда начнут идти, к примеру, дивиденды от той технологии, в которую мы с вами сейчас инвестируем, рано или поздно это произойдет, потому что это необходимая технология на сегодняшний день всему миру, и тот экономический потенциал, ну просто могут сравниться с каплей в море, в океане, те фармацевтические компании, которые сейчас создают вакцину, потому что это рынок, это не создание новой отрасли. Если бы создавался полностью биохакинг, к примеру, и создавалось полное видение переформатирования, как вообще влиять на болезни и как сделать человека увеличить продолжительность жизни на основе соединения целых изобретений, создания новой отрасли медицины, то да, это можно было сравнивать. Но сейчас и создание новых видов автомобилей, например, электромобилей, и создание отдельных вакцин, это ничего в плане создания новой отрасли. А как раз мы с вами финансируем новую отрасль. И так, когда мы пройдем точку невозврата, говорит генеральный конструктор, с таким подходом, как сейчас, цивилизация вымрет. У наших детей, внуков нет будущего. И коронавирус, повторюсь, это просто некий сигнал. Как, допустим, взрыв Чернобыль. Для генерального конструктора послужил этот сигнал смыслом всей жизни. Он придумал то решение, которое сможет устранить подобные катастрофы в будущем. И кто-то сейчас воспринял этот сигнал в виде пандемии и будет работать всю свою жизнь и начнутся такие же наверняка и краудинвестинговые системы, которые позволят предотвратить подобные пандемии и, по крайней мере, повысить иммунитет, устойчивость человеческого организма. Потому что куда бы я еще инвестировал, например, это именно в правильную медицину, которая создает отрасль новой медицины на целый век. И нет сегодня такой компании, к сожалению. В транспортной инфраструктурной отрасли, которая также задействует и логику построения новых городов, и логику технологии блокчейн, и совершенно новую логистику в контейнерных перевозках, такая компания есть, и мы с вами ее финансируем. И на самом деле генеральный конструктор это такой вот философ, кто-то может назвать его человеком будущего, и таких людей на планете не так много. Такие люди уходят из жизни, к сожалению. Это Жак Фреско, я могу сравнить по видению, но не по технологии, не по инженерии. Это тот человек, который выстраивал концепцию целой вселенной Стивен Хокинг. Жаль, что они не встретились при жизни Стивена Хокинга с генеральным конструктором. Я думаю, что он был бы сподвижником скорее всего по общепланетарному транспортному средству. И сейчас вот эта пандемия как раз-таки максимально ускорила и приблизила то направление, которое даже генеральному конструктору казалось более далеким после адресных проектов, после коммерциализации. Сейчас он понимает, что это нужно делать параллельно, но, естественно, не распыляя усилия и инвестиции, которые мы с вами сейчас сфокусировали. Запуск коммерческих направлений в Арабских Эмиратах и выхода уже на коммерческий рынок. И генеральный конструктор сказал очень важную вещь, что не страна, а планета наш дом. Это одна комната, где нет даже перегорода. И мы эту комнату, этот дом убиваем. И то, что малая родина, это да, у каждого своя родина, свой город, своя страна, но большая родина, это наша планета. И здесь я думаю, что каждый человек, независимо индус, независимо китайцы, араб, либо русский, все понимают эту особенность и все понимают, что что-то происходит, происходят некие экологические катастрофы и пандемия стала сигналом, а как может быть, когда не использовать неэффективный транспорт, когда сами очищаются реки, озера, каналы, когда возвращаются в экосистему животные. И так на самом деле должно быть скорее всего в мире, и так оно и может произойти, когда будет реализовано то, к чему генеральный конструктор на самом деле стремится 40 лет. И сейчас то, что мы запускаем, это огромная отрасль, но как только она будет запущена, как многие направления, блокчейн-индустрия, в медицине в той же применяется блокчейн, брать именно синтетические активы и какие-то аналоги цифровых денег, это тоже до определенных разработок невозможно было применить, пока не появились те же оракулы в блокчейн-индустрии. И многое будет развиваться параллельно. И даже высокоскоростная трасса, которая будет совмещена с гиперскоростной, то, что будет продемонстрировано в виде небольшого стенда на экспозиционной композиции в Шарже к сроку, когда планировалось все продемонстрировать на Экспо-2020, это уже шаг к этой реализации технологии, параллельная реализация, и генеральный конструктор понял, осознал, что нужно двигаться быстрее. И действительно все придет, все осознание появится у сильных мира сего, на мой взгляд, с первой реализации адресных проектов. И почему, допустим, контейнер стал основополагающей цепочкой логистики? Потому что он с шести долларов снизил стоимость, я не помню вес, вроде бы, конечно, тонна, до 0,16, то есть 16 центов. Сильный мир осего, конечно же, это осознание моментально, быстро, во временных рамках целого века перестроили индустрию. Сильный мир осознает, когда они увидят прибыли, сильный мир осознает, когда увидят, на чем можно восстанавливать мировую экономику, не печатая бесконечно доллары, и печатный станок не будет работать вечно безобидно, и даже то, что сейчас накачивается фондовый рынок, и он вроде бы как восстанавливается, это, на мой взгляд, чистая иллюзия, и на рынке мы еще не достигли. Осторожные инвесторы сейчас меньше намного входят в IPO, и входят, как раз такие бравые, рисковые парни, к сожалению, это неграмотность в русском менталитете, это отсутствие финансовой грамотности, я наблюдаю в чатах, как все просто ломанулись в эти IPO, биотех компаний, которые как взлетят, так и упадут, и дай бог, чтобы они продержались три месяца, и инвесторы получили те прибыли, а что будет, если будет второе падение, как было в марте и апреле, оно будет уже более серьезным, поэтому я думаю, что сейчас настало время подумать о тех венчурных проектах, которые могут изменить ход истории и решить в целом планетарную проблему, а здесь идет целая дорожная карта, я сам об этом неоднократно говорил, и меня будоражит и волнует, возбуждает то, что фактически очень долгое развитие может быть внутри проекта, и я вижу даже пандемия затронула те продуктовые направления, те отрасли, если говорить про сетевой маркетинг, тех компаний, которые вроде как БАДы выпускают, вроде как нужные, но они внезапно не стали нужные человеку, потому что иммунитет пробивается вирусом, зачем тогда эти БАДы, эти компании просто разрушаются, неплохие компании, и лидеры теряют свой актив, свой кадровый потенциал, кадровый потенциал перестает верить и ищет возможность, как вообще прожить в условиях кризиса, вы понимаете, что самый главный ценный актив в любом бизнесе это человек, поэтому, друзья, вот такой более философский вебинар получился на сегодняшний день, я намеренно не останавливался сегодня на том, что происходит в мире, очень много стоит упомянуть и повторюсь, запуск ракеты новой Илона Маска и новые правила по искусственному интеллекту и многое, многое другое, я уж не говорю о мировой экономике, которая доказывает то, что она тоже движется к некой точке может быть не невозврата, потому что экономику можно отстроить за счет рождающихся вновь технологий, но большой депрессии и большого коллапса, но мы знаем как заставить этот мир улыбаться и даже если кто-то сейчас это не принимает, когда индустрия протопчет себе дорогу на коммерческий рынок, постоянно каждый это примет и кто-то будет потреблять, а кто-то будет инвестировать и развивать, а мы будем это делать с еще большим рвением и с еще большей силой. Благодарю вас за внимание, по традиции оцените от 1 до 10, как вам информация в вебинаре, то есть как вам такой более философский разрез, потому что повторюсь, я только благодаря идеологии присоединился к проекту, как инженер, естественно, но увидят только, если бы я увидел инженерную составляющую, не увидел бы видения и не прочитал бы когда-то в самолете программу ЭКОМИР, почему вообще эта технология ведет, то менее упорно я бы развивал этот проект. Поэтому я готов ответить на один-два вопроса и до скорых встреч на следующих вебинарах, у нас пройдет для России телемост, где будут присутствовать все фактически члены правления, и я рекомендую вам присоединиться, это пройдет в пятницу 29 мая в 16.00 по Москве, и там будет очень много ценной информации, мы видим, что Россия по статистике сейчас проявляет максимальный интерес в плане регистрации, и для каждого свой актив, своя стратегия, кто-то забивает себе места в создании именно цепочки взаимоотношения людей, у кого-то может быть нет сейчас средств, но может рассказать о проекте, и через теорию рукопожатия вы, как я понимаю, и, как прекрасно знаете, могут происходить полные чудеса. Так, друзья, вопросы по токену СВЦ, по токену СВЦ я информацию никакую давать не буду, но единственное скажу, что пандемия притормозила юридические моменты, самые важные для упаковки security токен офферент, это самое важное, даже важнее технологическая составляющая, которая сейчас развивается, и никто не собирается повторять ошибки тех компаний, которые были вынуждены закрыться блокчейн составляющей. Если что-то будет сделано неправильно в плане юридических моментов, то это будет огромный урон репутации того проекта, который мы финансируем, и никто этого не допустит. Так, Илья ответил на ваш вопрос. Коллеги, еще один-два вопроса, и я завершаю. где можно узнать по вакансиям, вам сейчас нужны менеджеры по продажам со знанием английского. Как я уже и сказал, кто знает английский язык и знает наш проект не понаслышке, а уже давно его развивает, может давать информацию на английском языке, связывайтесь со мной по почте, которую я указал, еще раз укажу. также это касается испанского языка, также это касается португальского языка и французского языка, для того, чтобы участвовать в системе ледокол по холодному рынку на дальние зарубежья. По России примерно 10 активных участников у нас сейчас есть в кадровом активе, в кадровом резерве. Как только мы добьемся необходимых показателей по системе ледогенерации, обязательно с ними свяжемся и начнется работа. Поэтому добро пожаловать всем, кто является хорошим продавцом нашей технологии, сознанием всех нюансов и имиджевых регламентов, в том числе по различным языкам. Но вы должны быть, конечно же, уже под кем-то быть в проекте и работа будет вестись уже, так скажем, со сторожилами. Все кроме арабского. Сейчас уточняем, не буду говорить на вебинаре про арабский, но я думаю, по некоторым странам также мы, возможно, и начнем развиваться, но, повторюсь, возможно. Арабский мир, это дело очень тонкое, тем более, что это наше стратегическое направление сейчас. Так, коллеги, если вопросов сейчас нет, то я прощаюсь с вами до 29 числа и до следующего моего вебинара, который пройдет традиционно через две недели, и я надеюсь, что я смогу вам дать еще больше информации, весомой, нужной и важной для вас. Всем счастливо, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok